В 1921 году был заключен Рижский мирный договор, по которому территория Западной Белоруссии, а это более 110 тысяч квадратных километров, с населением около 4,5 миллиона человек оказалась в составе польского государства. А вот как произошло воссоединение Западной Белоруссии с БССР, вы узнаете при изучении темы «Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Белоруссии с БССР». Рассмотрите «Поход Красной Армии в Западную Белоруссию». Познакомитесь с установлением советской власти в Западной Белоруссии. Определите хозяйственное и культурное преобразование в западных областях БССР. Поставьте видео на паузу и приготовьтесь к заполнению таблицы «Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Белоруссии с БССР. Основные события». Моложение в Европе в августе 1939 года достигло высочайшего напряжения. Политическое руководство стран Западной и Восточной Европы не смогло выработать совместную позицию по обузданию агрессивных намерений Германии. В условиях возрастания угрозы войны со стороны Германии советское руководство проводило политику коллективной безопасности и проявило готовность сотрудничать с Великобританией и Францией. Однако британское и французское правительства придерживались в отношении Германии политики и умиротворения агрессора. Поэтому советское руководство пошло на заключение с Германией договора о ненападении. Необходимо отметить, что инициатива заключения Германо-Советского пакта принадлежала германской стороне. Так, 20 августа 1939 года Гитлер прислал телеграмму Сталину, который предлагал заключить договор о ненападении. «Я еще раз предлагаю вам принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, самое позднее, в среду, 23 августа. Имперский министр иностранных дел будет наделен всеми необходимыми полномочиями для составления и подписания пакта о ненападении». 23 августа 1939 года он был подписан в Москве по инициативе германской стороны и вошел в историю под названием «Пакт Риббентропа-Молотова» по фамилии министров иностранных дел Германии и СССР. Документ позволил Советскому Союзу получить гарантии безопасности и выиграть пусть небольшое, но так необходимое для подготовки вооруженных сил к войне время. Пакт был дополнен секретными протоколами, в соответствии с которыми территории Польши и ряда других стран разделялись на сферы влияния СССР и Германии. Западная Беларусь и Западная Украина признавались сферой интересов СССР. Поставьте видео на паузу. Поработайте с текстом документа «Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом» и ответьте на вопросы. Какой основной вопрос решал секретный дополнительный протокол? Как разграничивались сферы влияния между Германией и Советским Союзом? Почему этот документ должен был сохраняться в строгом секрете? 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Имея огромный перевес живой силы и техники, германские войска оккупировали значительные территории Польши, в состав которой, по условию Брежского мирного договора, входила Западная Беларусь. Были заняты некоторые западно-белорусские населенные пункты, в том числе и город Брест, В составе польского гарнизона, оборонявшего Брестскую крепость в сентябре 1939 года, было много белорусов, призванных в польскую армию. Крепость была захвачена только после нескольких штурмов. В условиях наступления германских войск по территории Польши, руководство СССР приняло решение, согласно которому части Красной Армии перешли советско-польскую границу. Это событие получило в истории название «Похода Красной Армии в Западную Беларусь». Поход начался утром 17 сентября 1939 года и был встречен с советскими людьми с одобрением. В приказе частям Красной Армии было запрещено бомбить и обстреливать из пушек населенные пункты. От них требовалось уважительно относиться к польским военным, если те не будут оказывать вооруженного сопротивления. В приказе польским войскам отмечалось советами не воевать только в случае натиска с их стороны либо попыток разоружения наших частей. Войска, с которыми подошли советы, должны вступать с ними в переговоры. Как вы думаете, почему были отданы такие распоряжения армиям? В ходе боев в Западной Беларуси и Западной Украине потери Красной Армии составили 1475 человек. Основная часть населения Западной Беларуси – крестьяне, рабочие, ремесленники, интеллигенция – встречала Красную Армию как освободительницу, нередко с цветами в руках, хлебом и солью. Местные жители связывали с ее приходом надежды на завершение войны и возвращение домой призванных польскую армию земляков. 25 сентября войска Красной Армии полностью заняли Западную Беларусь. Договором о дружбе границы между Советским Союзом и Германией от 28 сентября 1939 года была закреплена новая граница. Согласно договору, граница была проведена немного западнее от так называемой линии Керзена, определенной еще в 1919 году Верховным Советом Антанты как восточная граница Польши. Это была этническая граница между белорусами и поляками. Примерно по этой линии проходит и сегодня белорусско-польская граница. Поставьте видео на паузу. Поработайте с иллюстрацией, используя метод загадочной картинки. Обратитесь к соответствующей методической рекомендации на страничке 178 учебного пособия. Современные белорусские историки считают, что воссоединение Западной Беларуси с БССР, пришедшее в результате похода Красной Армии, позволило восстановить историческую справедливость в отношении разделенной государствами и границами белорусской нации. Это дало белорусам возможность жить и работать вместе. В условиях советского общества и положило конец полонизации части белорусского народа. Поддержите ли вы точку зрения современных белорусских историков? Ответ обоснуйте. В результате воссоединения с Западной Беларусью территория БССР увеличилась со 125 тысяч квадратных километров до более 225 тысяч квадратных километров. Численность населения возросла примерно два раза и в конце 1940-х годов составила более 10 миллионов человек. 10 октября 1939 года советское руководство приняло решение о передаче Вильна и Виленского края Литве. Предположите, как белорусское население отнеслось к решению о передаче Вильна и Виленского края Литве? Ответ обоснуйте. Поставьте видео на паузу. Сравните западную границу БССР по состоянию на 1939 год и линию Керзана, предложенную в 1919 году, с опорой на картосхемы. Сделайте вывод о формировании территории БССР. После того, как Красная Армия заняла Западную Беларусь, здесь началось установление советского строя. Деятельность всех политических партий, кроме коммунистической, запрещалась. 22 октября 1939 года прошли выборы Народное Собрание Западной Беларуси. В выборах участвовало почти 97% избирателей. Среди избранных депутатов собрания преобладали бывшие активные участники революционно-освободительного движения в Западной Беларуси. Депутаты были представителями разных слоев населения и разных национальностей. Поставьте видео на паузу. Обратите внимание на фотографию крестьяне деревни Колодной Белостокского воеводства в день выборов Народное Собрание Западной Беларуси 22 октября 1939 года. Поработайте с фотографией, используя прием загадочной картинки. Обратитесь к соответствующей методической рекомендации на страничке 178 учебного пособия. Народное Собрание состоялось в Белостоке с 28 по 30 октября 1939 года. В работе Собрания принимали участие представители правительства БССР, народные поэты Беларуси Янка Купала и Якуб Колос. С докладами выступили депутаты Притыцкий и Манцевич. Депутаты приняли декларацию об установлении советской власти в Западной Беларуси и резолюцию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Также было решено конфисковать, то есть принудительно изъять помещичьи земли, национализировать, то есть передать из частной собственности государственную банки и крупную промышленность. Депутаты Народного Собрания обратились в Верховный Совет СССР с просьбой о принятии Западной Беларуси в состав Советского Союза и воссоединении ее с БССР. 2 ноября 1939 года эта просьба была удовлетворена Верховным Советом СССР, а 14 ноября 1939 года Верховным Советом БССР. После воссоединения Западной Беларуси с БССР в жизни западно-беларусского населения происходили изменения. На присоединенных территориях реконструировались старые и строились новые предприятия, увеличился объем продукции местной промышленности, была ликвидирована безработица, открыто много школ, библиотек, клубов, обучение в школах переводилось на белорусский язык, развернулась подготовка новых специалистов, вводилось бесплатное медицинское обслуживание населения. Для подготовки кадров специалистов создавались новые учебные заведения. В 1939-1940 годах начали работу Белостовские педагогические, Барановичские, Гродненские и Пинские учительские институты, а также школьные педагогические училища в Белостоке, Бресте, Гродно, Молодечно, Новогрудке и Пинске и дошкольные в Волковыске и Лиде. Работали медицинские и народно-хозяйственные техникумы, функционировали драматические театры, библиотеки, кинотеатры, дома культуры. Деревни, помещичьи земли, распределялись между крестьянами. В колхозе были объединены 30 тысяч крестьянских дворов. Подавляющее большинство сельских жителей поддержали идею коллективизации, однако у зажиточных она вызвала сопротивление. Их пока не раскулачивали, а оставляли столько земли, сколько их семьи могли обработать своими силами. Поставьте видео на паузу. Для закрепления знаний предлагаю выполнить следующее задание. Заполните недостающие элементы таблицы начала Второй мировой войны, воссоединение Западной Беларуси с БССР основные события. Проследите взаимосвязь событий и сделайте вывод. Прочтите поэтические строки Янки Купалы о воссоединении Западной Беларуси с БССР. Охарактеризуйте чувства, переданные в стихотворении. Вспомните результаты воссоединения Западной Беларуси с БССР, упоминаемые в стихотворении. Заполните недостающие элементы схемы «Хозяйственное и культурное преобразование в западных областях БССР». Сделайте выводы. Надеюсь, вы успешно выполнили задание и сможете сделать вывод о том, что включение Западной Беларуси в состав БССР имело положительное значение для воссоединения белорусской нации. Это событие стало очередным этапом в процессе оформления белорусской национальной государственности. Поставьте видео на паузу. Для качественного усвоения темы и закрепления материала рекомендуется прочитать параграф 11 учебного пособия и ответить на вопросы 1, 2, 3 на страничке 65. А также запомнить тетради таблицу начала Второй мировой войны воссоединения Западной Беларуси с БССР основные события.